МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Лады Аристархова. Коротко о некоторых темах выпуска. Пушкин вышел после этой встречи. Абсолютно, будем так говорить, государственник. Писатели, служившие не только музею. Выставка в столичном музее Пушкина. Желание сделать жизнь какой-то очень сильной и мощной. Прекрасная идея. Все прекрасно. Но просто где он, этот человек? Авторы разных эпох о главных вопросах жизни. Спектакль «Последние дни» на сцене российского молодежного театра. Мне говорили, что я сумасшедший, но в то же время многие предлагали помочь. На велосипеде из Петербурга в Мурманск. Путешествие голландца. Служба в армии Афанасия Фета. Работа Александра Островского в московском суде. Писатели на государственной службе. Столичный музей Пушкина представляет выставку «Музы и чины». Антон Николаев с подробностями. Вице-губернатор Твери Салтыков-Щедрин. Министр юстиции Державин. Полномочный министр в Персии. По нынешнему просто посол Грибоедов. На уроках литературы об этом, если и говорят, то вскользь. А здесь вся выставка посвящена писателям и поэтам, заявившим о себе не только в искусстве, но и на государственной службе. Лесков, Островский и Тургенев по линии Министерства внутренних дел. Поэт Афанасий Фетт более 10 лет отдал военной службе, чтобы получить дворянский титул. И отдельная история, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. По окончании царско-сельского лице он был определен в коллегию иностранных дел. Александр Пушкин всю жизнь терпеть не мог государственной службы. И подчеркивая это, кураторы выбрали для этой выставки портрет, на котором он изображен не в мундире, а в таком домашнем халате. Более того, Пушкин обижался, что ему присвоили самый младший государственный придворный чин – камер Юнкера. В сентябре 1826 года состояла знаменитая встреча Пушкина с Николаем Первым, после которой поэт изменил свое отношение к служению царю и Отечеству. Пушкин вышел после этой встречи абсолютно государственником. Выставка рассказывает о тех взаимоотношениях поэта и власти, причем не только Пушкина, но и всех писателей и поэтов XIX века. Они, конечно, всегда были непростые. Но через всю историю взаимоотношений поэта и власти проходит тема, наверное, с красной нитью. Все служили России, все любили Россию. Одним писателям удавалось совмещать служение Отечеству и музам, другим – не очень. Помилуйте, какой же он писатель? Он царедворец. Так говорил писатель и чиновник Владимир Сологу по тех, кто пытался это делать. Служить были рады, наверное, многие, а вот прислуживаться вряд ли. Антон Николаев, Александр Подкоха, Новости культуры. О взаимоотношениях творца и власти рассказывает и спектакль «Последние дни» в Российском молодежном театре. Художественный руководитель Рамта Алексей Бородин свел в своей новой постановке писателей, разминувшихся в веках. Ирина Разумовская продолжит. Алексей Бородин – мастер спектаклей сложных, многофигурных, объёмных. В новой постановке раскладывает невероятный пасьянс из трёх авторов разных эпох – Пушкин, Булгаков, Акунин. Перечень исторических персоналей занимает два разворота в программке. Первый акт – это пьеса «Последние дни», где Булгаков описал трагедию поэта Пушкина и его времени. Второй акт – «Убить змеёныша», где Акунин вывел на сцену любовника царевны Софьи, деятельного князя Василия Голицына. Тот, который мечтает о том, чтобы всё было достаточно хорошо, чтобы была семья, чтобы была какая-то возможность жить. И вот таким образом всё это преображение, преобразование, которое Пётр организовывает, катком проходится по этому человеку. Поэтому мне кажется, что это очень важная для нас тема сегодня. Мы все должны, наверное, об этом думать, об этом противоречии, желание сделать жизнь какой-то очень сильной и мощной, прекрасной идеей. Всё прекрасно. Но просто где он, этот человек? Всего, зачем шли в поход, достигли, да при том... Ты с чем говоришь? Не сметь! Не прикоснуть! Серьёзно! Есть ли место человеку в этом мире – центральный вопрос спектакля. И как ему взаимодействовать с властью? В пьесе о Пушкине, самого Пушкина, мы так и не увидим. О нём говорят, к нему приходят за долгами, за доносами. О нём сплетничают, его даже убивают. А он так и не появляется. Обязанный Василий Андреевич, я знаю твою доброту. Ты веришь, это моё имя. Пожди, будьтесь нисходительным поэром, который призван составить славу Отечеству. В момент, когда Пушкин существовал, его клеймили всеми возможными и невозможными способами. И только потом, после смерти, оказывается, что это весь наш русский язык, на котором мы сейчас разговариваем. Стараемся разговаривать, потому что тоже тут опять-таки какая-то неоднозначность. И восхваляем Пушкина, и есть за что. Режиссёр Алексей Бородин говорит, в последние дни спектакль исторический, но вместе с тем вне временной. Петра и Пушкина объединяет «Медный всадник». Отрывки из поэмы вшиты в ткань всего спектакля. И от трагического стука копыт не избавятся до самого финала. Ирина Разумовская, Сергей Скоридов, Новости культуры. Непостижимость бытия. Выставка работ Владимира Янкелевского в Московском музее современного искусства подготовлена к 80-летию со дня его рождения. Художник, которого называли одним из родоначальников московского концептуализма, совсем недавно ушёл из жизни. На экспозиции побывала Анастасия Егорова. Владимир Янкелевский был активным участником художественной жизни 60-х-80-х годов. Был в числе тех, кто выставлялся в Манеже в 62-м. Эту выставку тогда громил Хрущёв. В конце 80-х Янкелевский уехал за границу. Сначала в Германию, потом в Америку. Последнее время с супругой жил во Франции. Ольга Турчина, куратор выставки, побывав в парижской мастерской художника, привезла уникальные работы, которые до этого никто не выставлял. Подложки с рабочего стола Янкелевского. Эти образы, они, собственно, выплывают прямо из самого подсознания художника. Здесь вот заляпано краской, какие-то вкрапления от кисти, какие-то кружочки от чашки с кофе. Художник-нэнконформист всю жизнь осмыслял человеческое бытие и переводил его на свой язык знаков и символов. Он сталкивал противоположности – мужское и женское, внешнее и внутреннее, жизнь и смерть. Эта работа сделана в 63-м году. Это год рождения нашей дочери. И этот рептих посвящён мне, потому что, конечно, это событие великое было в нашей жизни. Поэтому этот рептих. И мало кто распознаёт, что женщина держит на руках ребёночка. Почему-то все считают, что это просто декоративный какой-то элемент. Владимир Янкелевский искал свой идеальный образ вечной женственности через миф о Данайе. Мужчин изображал преимущественно на портретах, в профиль, часто писал себя. Старался не делать просто копии. Картины должны быть живыми. Янкелевский пытался изобразить именно дыхание, слух. Если ухо, то ухо должно слышать. Человек дышит, человек чувствует. Все органы чувств должны работать. Серия афортов «Мутанты» показывает, как меняется человек под воздействием жизненных ситуаций. Художник нашёл для себя самую яркую форму выражения – триптих. В триптихах Владимир Янкелевский задействовал не только живопись, но и элементы коллажа, инсталляции. Объект «Дверь» – посвящение родителям родителей. Объединяет три времени. Прошлое – на створке фотографий дедушки и бабушки художника. Настоящее – будни с фармишелью в руках. И светлое будущее. Владимир Янкелевский с юности стремился к запрещенным художественным приёмам. Освобождался от классической рутины, экспериментировал с формами, искал свой пластический язык, обращался к беспредметному и вдохновлялся тем, что возникало на пересечении метафизики и сюрреализма. Анастасия Егорова, Владимир Полунин, Новости культуры. В Псковский кафедральный собор после реставрации вернулся Ольгин крест. Его восстановил Санкт-Петербургский институт имени Репина в рамках проекта помощи Академии Малым городам и Провинциальным музеям России. С подробностями Марина Михайлова. Троицкий собор Пскова, четвёртый по счёту на этом месте. Первая Троицкая церковь была построена равнопостольной княгиней Ольгой. По преданию, три солнечных луча указали на мыс на противоположном берегу. В летописи говорится о том, как Ольга повелела построить град на берегу Великой реки и на рекше его плесков населить людьми, отовсюду призывая. Поклонный крест, созданный псковским реставратором Николаем Гавриловым и кузнецом Евгением Вагиным, установлен на том месте, где стояли кресты, рубленные нашими предками из дуба, в память о знамении. Первый здесь находился до 1606 года, второй цел и сейчас. Спустя три столетия попал на реставрацию в Санкт-Петербургский институт имени Репина. Учёный-реставратор Филипп Бобров разработал уникальную методику работы с памятником. После консервации основы из дерева заново собрали оклад, серебряную басму из множества кусочков. Тёмно-красные области, места утраты позолоты. На языке реставраторов полимент. Золочение выполнили специальным пигментом. Мы пользовались материалами, специально разработанными для консервации произведений на меловых и гипсовых грунтах, синтетическими материалами. Они должны проявить себя гораздо более стабильно в непростых климатических условиях действующего храма. Освящается крестное все знамение. Пять лет реставрации позади святыня. Вернулась в Троицкий кафедральный собор Пскова. Ольгин крест освящен митрополитом Псковским и Порховским Евсевием. Установлен там, слева от иконостаса. 300 лет тому назад был создан этот крест, который всегда был символом крещения нашего русского народа. Реставрация проведена на безвозмездной основе в рамках проекта помощи Академии, малым городам и провинциальным музеям России. В такой же поддержке специалистов нуждается иконостас Троицкого собора. В институте готовы продолжить сотрудничество. Тем более, что иконы Псковского музея-заповедника Репинцы реставрируют более 40 лет. Марина Михайлова, Денис Алексеев, Василий Норден. Новости культуры. Псков. Сегодня в Париже состоится 43-я церемония вручения главной кинопремии Франции «Сезар». Награждение пройдет в концертном зале «Плеель». С 1976 года победители выбирают члены Французской академии кинематографических искусств и техники «Тайным голосованием». Своё название премия получилась в честь французского скульптора Сезара Бальдачини. Он разработал дизайн награды, которую вручает лауреатам. Один из претендентов на звание «Лучший зарубежный фильм» в этом году – «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Российская картина соревнуется в этой номинации с дюнкерком Кристофера Нолана, «Ла-Лэндом» Дэмиэна Шазелла и еще четырьма иностранными лентами. Хрупкость античности, красный диор и опера на все времена. О событиях выходных коротко. Музей имени Щусева откроет выставку «Сокровища Пальмиры» в экспозиции гравюры 18-19 веков из фондов Эрмитажа и музея архитектуры, а также фотоснимки из хранилища Института истории и материальной культуры Иран, сделанные археологами. Сегодня Вячеслав Зайцев отметит юбилей на сцене театра «Русская песня». Одним из главных событий шоу под названием «Нам время не подвластно» станет показ знаковых коллекций маэстро высокой моды. Программа вечера включает в себя также музыкальные и поэтические номера. В Большом дворце музея-заповедника Царицына стартует персональная выставка Сергея Андреяки. Более 500 живописных и графических работ отражают основные этапы творческого пути художника. В Кремлевском дворце оперный бал Елены Образцовой. Галоконцерт посвящен 95-летию со дня рождения режиссера Франко Дзефирелли и пройдет в рамках международного фестиваля «Русские сезоны». В Мурманск прибыл путешественник и блогер из Нидерландов велосипедист Хэнк Ван Дилен. Свой путь за Полярный круг он начал из Петербурга. Больше всего мне запомнилась реакция людей. Мне говорили, что я сумасшедший, но в то же время многие предлагали помочь. И такое гостеприимство, конечно, приятно. Я впервые в России не думал, что здесь так много снега. Его пришлось буквально продавливать узкими колесами. Но это было интересно. На протяжении всего пути велосипедист ввел дневник в интернете. Рассказывал о жизни на морозе. Как разогревать заледеневшие консервы на газовой горелке, ночевать в палатке, когда температура ниже минус 20. О ландшафтах назвал Кандалакшу одним из красивейших мест, которые ему когда-либо удалось посетить. А он объездил на своем велосипеде полмира. На дорогу до Мурманска у Хэнка Ван Дилена ушло три недели. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова